здравствуйте ну добрый день маленько повыше голову сделать это у вас какое-то освещение вот так ладно ладно вот так получше я сейчас барнауле только приехала у дочери сейчас барнауле у меня сессия началась сегодняшнего дня что у вас там какие новости то если честно я в шоке пятницу в субботу я была на работе весь день допоздна там изучаю новую программу устанавливаю по бухучету чтобы в ней работать вечером кто-то дергается в дверь но я думала мало ли может кто-то из работников пришел пошла открываем на у нас там запирается так как бы не закрыты изнутри ну сложно открыть чтобы воздух холодный не шел открываю заходит ирина владимировна приехала к нам в гости меня жена позвал если бы он меня не позвал я бы не поехала но спустился женя со второго этажа сели мы чай пить беседовать она настаивает на том что мы с ним разводимся то почему я до сих пор здесь почему я не живу дома он девчонки бросайте меня обе я вот такой козел я такой плохой достал бутылку текилы из холодильника давай наливать пить они с ним выпили я не стала употреблять ну ёрничали ёрничали конечно концерт этот длился часа полтора наверное потом ушли в машину разговаривать она пару раз слезу пускала сидя за столом куда я пляпалась я разрушила свою семью зачем ради чего потом женя почему ты себя гнешь плохого такого человека ты же не такой на самом деле кто начинает песни петь что я хотела выйти за тебя замуж он и говорит стоп про замужество речи не было ну в общем вся эта хинея продолжалась довольно долго ушли они в машину не знаю чем они там беседовали потом уехали в павловск она под тем предлогом что она сейчас выпивши не может ехать одна за рулем что он должен ее сопровождать это ну конечно езжай конечно как же она доедет хорошо я завтра постараюсь пораньше приехать стала ему говорить тут что жиль ты сделай выбор в конце концов хочешь жить с этим человеком живи пожалуйста я же тебе не мешаю я ни разу за все это время не позвонила ни ей ни тебе она значит дала мне утверждать что я несколько раз пыталась тебе позвонить он не разрешает а я такая хорошая я вот целый дом мужчина кучу ну ладно приехал он в субботу опять с теми же показательными выступлениями давай пить пиво давай тут нас угощать приходила подружка моя чтобы у меня тут кое-что и пиво на машинку стиральную как через три населом обратилась но никто не стал его поддерживать она тут ушла я немного погодя у него спрашиваю ну вот ты приедешь ты обещал мне значит что мы сегодня с тобой будем разговаривать давай решай как мы будем жить дальше мне вот эти визиты они сто лет не нужны потому что я знаю как обстоят дела на самом деле я приняла эту ситуацию я тебя отпустила зачем вы трепите мне нервы мы же договорились что я выживаю там эти еще шесть месяцев и мы с детьми уезжаем так ну куда вы поедете я не собираюсь с ней жить опять запела эту песню я ему говорю жена вот ты понимаешь что у меня есть доля в твоем хозяйстве третья часть принадлежит мне ты это прекрасно знаешь ты всегда знал ты можешь отдать мне часть этой доли чтобы у нас было хотя бы жилье ты за мной живешь только из-за денег кроме денег тебя ничего не интересует и я тебе не могу я думаю не только проблема защиты имущества к а наташа здравствуйте на тех добрый день я заняты да нет я как раз свободен так слушай еще там ты мне скажи сколько сколько кто-то пришел я сейчас вам перезвоню Игнать Тихонович хорошо или не отключайтесь сейчас здравствуйте нам бы машинку у вас поставить вчера с сельсовета звонили дорожки были да администрация ну пожалуйста оставляйтесь Геннадий Николаевич сейчас это я позвоню ему он покажет вам где оставить сейчас секунду приходила осторожным и и динам здравствуйте здесь дорожники машина у нас хотят оставить на территории вчера лис федоровна была просила покажите пожалуйста выйдите где им поставить чтоб не мешались но тон тут около офиса хорошо 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 на работе я спросил сколько уже не убранного осталось и какой много вот около 600 семечки 450 льна 600 рапса 700 гектар пшеницы на корню стоит и где-то около 500 волках свалено это все не убрано волках то уже не взять ну волках весной можно взять а вот то что осталось на корню высыпется за зиму а сейчас нельзя никак ну снег высокий сильно покров я не знаю будут они ее косить в на как коситься снегом волки вот даже не знаю что будут делать но может оттепель какая-то будет может быть как-то но не успеет кукурузу то не начинали еще не тоже стоит на она там мокрая теперь влаги набралась ее тоже нереально сейчас молотить но он и есть по морозу можно можно конечно просто они не ездили сейчас как бы не на нее упор что пшеница осталось слушаю то у нас все да по то да потому вот я не не знаю вчера не вчера позавчера он значит здесь не ночевал опять часть вещей увез но я уже вам об этом говорила я ему объясняю что же я в таком состоянии жить не могу вот мало того что мне это не нравится вот это все дома постоянно какой-то стресс вот это давление маленькую он так в известности не поставил о том где он находится на меня переложил эти обязанности я должна не рассказать я не знаю какие подыскать слова чтобы шестилетнему ребенку сказать где находится ее отец он говорит что он на работе на вопрос что папа уже зима уже снег уже ты наверное будешь скоро дома ночевать он просто молчит и вчера она его уговорила можно сказать он остался ночевать дома с ней на кровати я ушла в соседнюю комнату там легла вот он ночевал дома с утра значит опять это ира мало того что она вечером звонила она звонит утром он там чего-то закрылся с ней поговорил не знаю о чем утром не говорит ситуация тяжелая в банках платить нечем кредиты попадаем на просрочку ну продавать то в принципе есть что но просто если сейчас эти деньги попадут к нам на расчетные счета то они просто уйдут за кредиты банка нам нечем будет ни зарплату выплатить людям ну и в общем дальнейшую деятельность осуществлять тоже не на что он говорит я разговаривал там с банкиром он значит советует откройте фирму вторую ну вот как я вам говорила он ну вот я еще думаю на кого ее открывать на меня ее открывать нельзя это на него потому что он везде подписан под долгами то что попадает на его лицевые счета все тоже уходит давай наверное на тебя но я еще думаю я конечно промолчала что на меня там думай что ты думаешь я не знаю но разговор о том что вывести меня из членов хозяйства выделить мне какую-то долю хотя бы на приобретение жилья потому что в доме с его отцом я тоже не могу находиться постоянно вот давление вот это чисто психологическое я должна работать психотерапевтом еще у него у этого отца которому уже 78 лет и который бы должен был научить наоборот нас как надо правильно жить и как вести себя он не хочет категорически слышать об этом что об моем выводе никаких разводах речи идти не может он не собирается разводиться жена жениться он не собирается ну то есть это он говорит не знаю что он там думает конечно но то что я не собираюсь открывать на себя этой по я ему еще не говорила потому что когда мы начали только это ну как бы эта тема то возникла уже может быть недели две назад и я но он как бы сделал вот эти вот полшага в обратную сторону что вещи привез там вот на звонки на ее как-то не отвечал при мне но я посчитала что он ну принял решение значит как-то возвращаться домой что он понял что он ошибся оказывается наверное не так может но не знаю это опять же мои домыслы это это я так думаю вот глядя на его действия сейчас сейчас эти полшага в обратную сторону пошли я не могу доверять этому человеку ну я боюсь делать конечно я он мне заявляет ты собираешься забирать долю ну и что получается что ты как крыса бежишь с тонущего корабля то есть я же еще и виновата что я собираюсь от него уходить его вины в этом нет что вот он сделал такой выбор ну собственно жизнь его хочешь идти живи пожалуйста там сырой с кем хочешь живи ну то есть вот он считает это его жизнь вот он хочет так жить сегодня он сырой встречается завтра приезжает дома живет с детьми встречается а я должна все это принимать как должное ну вот как бы ну я не знаю не могу я не осуждать его не и принять эту его позицию я тоже не могу разговаривать не разговаривает на диалог не идет вообще никак если получается какой-то разговор то получается что вроде как он считает что я его упрекаю ну вот бегу как крыса с тонущего корабля а то что я эти полгода работаю выполняю свои обязанности веду бухгалтерию оформляю пролонгацию кредитов он же этого не делает ничего это как считается что я бегу но просто крик души какой-то я понимаю что это решение надо будет мне принимать когда-то рано или поздно сказать это же нет ему мне не нравится его позиция слышала как я разговаривал с вами прошлый раз оставь пока так все как есть помолись богу выхода не тебе трудно это любой скажет кто-то хорошая скажет кто-то и нехорошая ты соприми от бога от бога без боя воли божьей ничего этого нет и господь знает ваше состояние как на украине сейчас раскапают там 400 могиле женщины вот эти саким только что вернулся оттуда они собирали гументарную помощь на машинах и увозили он под луганском был антрацит город это все в интернете стоит там занять называется собрание последнее прямо посмотрим 19 но вас прям предпоследнее на нашем канале увидишь да я что-то с этими внизу грамоту там что заплатили снарядами разорванным и находят сотни в лежат там которые села они взяли дескат расстреляли ну как им преподали это так он это и сказал но у вас то полегче ребенок я понимаю все женщины все женщины изнасилованы застрелены ну как это вот так себе маленько применяет из подумать что есть другие люди на земле которые на твое положение бы обняли поменять с тобой но они не могут вернуться уже никогда ты не вообще не трогай ничего у него другое совсем по состоянии чем было вчера я еще раз говорю я каждый день за вас молюсь а это мимо не проходит я знаю но слишком далеко зашел грех я определенно могу сказать финансовом положении с хозяйством будут перемены кого я знаю которые мне были знакомы такие предприниматели муж начинал королесить находил другую иру там таню они полностью прогорели ничего друг начиналось что-то у них там запуталась человек там на кого-то кинулся остальная машина сломалась то есть ну у вас на полях там другое замерзание погода но богу не угодно что он делает и господь через это сейчас будет его смирять у него будет другой статус пузо то маленько уменьшится бог растрясет ну пока нет пока он пока нет не ускоряй события скажи мне хорошо я сильно я перенесу и никогда не упрекая тебя просил с первого дня не упрекай он тебе этим как раз я хочу я молчу как рыба облёт я не могу то думаешь я прихожу домой она какая ты говори ласковая как будто еще не было он только вышел так садись женечка поешь так там я уже постирала белье чистенько ложись отдыхай чтобы он знал что ему нигде так уютно не будет как здесь около дорогой жены ну ты ж не такая когда-то была то чем он тебя любил ты ребятишек нажили мы все стареем то но я посмотри какой ощущал ведь был то другим когда-то все но я смотрю на стать людям показываю когда в книгах мои фотографии в армии в морфлоте так это вы это совершенно другой человек я ни на кого я вообще не похож на того который там есть я благодарю бога научись за все благодать вот за это положение за свое благодари как бы не это ты бы богу совсем не приходил а так видишь другой расслаб перекрестишь ты искренне отдайся богу и господь любит тебя и так условия все устраивает ничего ты не потеряла нету а я делала забудь про это дело ты обязана делать ты жила ты умеешь не говорим ну как я работала теперь как бы я не при деле там дом купить и со свекром живи нормально не день не думай ничего не надо еще тебе покупать наташа смири себя и тебе господь благословит я тебя плохому не научу я хочу тебе это самый легкий путь показать путь смирения господь горит придите ко мне научитесь от меня ибо я кротах и смирен сердцем и найдете покой душам вашим евангелие от иоанна матфея 11 28 смирение ведь это же не значит согласие с его вот вот этими с его поведением вот сегодня утро он собирается ехать на семинар едешь ладно отец тут вышел ему значит надо ехать в поле молотить он ему объясняет что пшеница 40 сантиметров ростом всего она у нас такая немецкая коротенькая что ее снегом завалило ее там дождями этими прибило что ее невозможно сейчас взять что там уравняла все под снег не залезешь не увидишь где она тот с матерками на него значит что ты дурак ты вот неправильно все делаешь послушай меня ну ну разве можно так разговаривать не надо ты сейчас уже судишь его так не так ты отойди в сторону сотвори молитву тебе трудно уйди другую комнату и помолись ты понимаешь ты ничего не поможешь ты а так или не так не тебе судить жена да не учит мужа а учится в безмолвии апостол павел говорит я не то что я кого-то жена ненавистник там начинает я говорю писание это путь самый добрый самый правильный он матерится это он но не ты и он ответит за всякое слово все надо слушать не слушай не слушай ты отойди найди уголок себе в туалете и где-то мусора и пойди помолись сатана ты вы не видите просто глаза у вас заляпаны грехом вы бы если глаза-то ваши открылись ты бы увидел что затем стоит сатана рогатый вот так вот и твое тесте там женю и ты бы увидел ужаснулась что тут я вижу то сегодня но бог не дает чтобы мы с ума не сошли не сам человек это делает а человек сам слабое создание слабое а он начинает бога мать там ругается то другое не суди не свекра ни женю никак судить только самую себя господи прости меня я не всегда была такая дай мне любовь к тебе христе боже ты так любишь свое создание такую землю дал своему положению позавидовать не два не три а миллиарды людей миллиарды вот она я тебе говорю молодая сидит в интернете рассказывать интервью дает чем занимаешься на еще вторую жену мужу у меня слабенькое здоровье ищу такую что здоровая крепкая была и сама веселая радостная сидит вторую жену ищет ты разве будешь искать то ты со страху умрешь его приватизировала и все это ничего дальше этого не видишь ну что то хорошо нашел он вторую жену что от этого хорошего и уже не обсуждать не хорошая я разыскал хорошая тебе хорошо когда ты будешь бога благодарить хорошо или плохо написано за все благодарите бога за все за украину за расстрел за потерю детей за потерю мужа за все благодарить и ты не знаешь что дальше а бог знает последнее наше дыхание вздох и мы отойдем нам по-другому придется там отвечать другая единица измерения есть перед богом по его святой библии наташа у меня в жизни не все было ладно как столько было ситуации и пришлось выйти по милости боже победителем везде я доверялся богу я старался замкнуть и молиться а дальше самые сильные враги приходили и каялись я такое говорил ты меня проси я сам не знаю что делал проси а ведь мы готовились тебя убить и рассказывает когда и случайно только жена капитана оказалась той багерской рубки а я там занятия занимался высшему училищу учился вот и все бог меня провел а когда я уже он подошел ко мне и заплакал босса я хочу с тобой володя так мы же готовились убить тебя пришли а там жена и уже не решились иначе жену капитана пришлось бить а за что я был хулиганисты отец у меня был проводником был офицер когда-то и бабка жаловалась и отец этим ремнем офицерским тонким то портупея через плечо он меня порол я сказал вырасту все верующие буду отомщать и вот вы теперь на корабле верующие я решил отомстить вам я говорю я не бабку вашу не знаю не отца но вот так перемкнула но сатана понимаешь я говорю володенька не переживай бог миловал на ходу столкнулись корабля человек исчез нигде его нет а в море где ты найдешь что там полчаса не продержишься балки к холодная все перед богом ты успокойся и скажи меня бог любит и он дает самый легкий крест он на тебя не такой тяжелый тебя глазки смотрят выше слышат пища переваривается а если люди которые ничего не видят парализованно ты ходишь солнце вокруг трава ты научись всему удивлять это бог сотворил для нас чтобы мы богословили а там пшениса есть ну мышкам тоже надо мы неправильно вели себя погода тебя господи зависит прости нас помоги может быть по солнышке уберем научись богом разговаривать простыми словами господи и кукуруза у нас стоит может она высохнет а я тебе говорю да еще скажи привезем сюда мы тут кукурузу будем есть я вот сегодня утром молюсь и вас сразу евгений наталья у меня отдельно глава глава из-за которых мы болезненные которые если люди в изгнании отдельно который в интернете помогает а вы среди благодетелей у меня люди которые творили добро мне ты понимаешь какую-то шкалу то попало ежедневно и я вас не разделяю вы у меня так идете парой а ты не слышишь как я страдаю не разделяем потому что не он не готов к этому разделу не я не готов я говорю не об этом а разделе другом в другом атаку немогом ты если его любишь все это перемелется я наград мука останется ты блага научить благодарить и больше никогда не возвращайся не к тестью ничего естественно измени обстановку то подойди попросил него прощения и скажи я думал от вы ругались когда прости меня мне подсказали не надо было лезть и вы старший а материть это нельзя тесты отцом его назови как ему приятно будет ты не унизишь себя этим скажи за всякое слово отвечать евангелие говорит отец прости что я так вот говорю с тобой я не должна говорить но я люблю тебя и знаю что ты умрешь тебе отвечать надо будет а там демон потащит за язык ну найди другие слова как то но то что я говорю сохрани вот этой передай ему поклонись ему стань на колени до земли головой поклыть прости меня отец как бы не ты у меня бы не было жени мужа понимаешь что-то не так а жени плохого не говори он сразу пересвистнет и при стесе всегда говорю только самое положительное жение что ты знаешь о нем какой он у меня мастер смотри но я так и говорю а он переворачивает мои слова и говорит все время его защищаешь вот ты его и испортила вот ну что я правильно ты скажи да я виновата виновата я не христианка была я не так поступала не было у меня кротости смирения я сейчас хочу познакомиться один я говорил на украине у него 17 тысяч гектаров 17 тысяч он баллотируется в государственную у них там называется рада киеве вот так ну никак него не выйду как он все дороги больницы все все построил там для народа его народ любит там он у него там я ехал там вот это школа и у него школа там вот это все он построил сам на свои деньги он закупил земли платил горит очень много за землю за эту 17 а где он взял деньги чтобы платить за эту землю но понимаешь у него было он закончил имени лумумба там где вернулся где-то он был работал за границей он юрист и еще что-то закончил университет что-то у него было но его никто не говорю что он воровал или что-то у него было может помощники близкие и приехал и платил говорит очень хорошо обычно как землю отдадут продадут и сейчас он никакие дивиденды земли с этой платят и его просто я проехал там говорил так народ там кажется тогда был президент кучма его сын решил завоевать с автоматами набрал своих братков приехали так народ вышел с вилами с граблями с лопатами отбили и раненые в больнице лежали понимаешь карнадский аркадий алексеевич карнадский заряди там яндекс или где карнадский запиши вот аркадий алексеевич может быть выйдете было я ему написал там он под одним роликом про вас если я хочу с вами поближе познакомиться его на свой сайт вывести у меня-то еще я же не просить а рассказать о боге о жизни у богатого человека больше опасности меня никто не завидует а вот таких всегда зависит как вы там на него в интернете нападает я прочитал все на него нападки ни одного нету но чтобы доказуемого ничего нету ничего вот там здание какое-то он захватил она брошенное было он заплатил как заброшено а теперь заново все отстроил отстроила под школу отдал он горит я-то ничем не воспользовался но было развалено люди разъезжали сейчас люди съезжаются расцвела вся окрестность он еще только там не делает мы едем вот эта дорога асфальтом двухрядное движение это готова все сам построил там я говорю миллиона нет говорит тут намного больше люди то разное сам и что короля правит свит и об этом тоже не надо забывать что он же на кого-то опирался в своей работе что там у него сколько друзей и везде везде он даже одно время кажется на президента там баллотировался ну я просто так с месту сказать а я похвалился вами а я другие знаю вот таких то вот такие это люди и сказал повыше посмотри на это всегда помни что есть люди которым намного труднее чем нам намного кому-то голову в плену режут где-то люди сидят готовы к расстрелу другой упал где-то переломан и парализован у меня ли знакомы 12 лет на вытяжку лежит и ни один член не движется вот так вот плечом одним дергает и и в интернете больше всех мне помогают вот эти ролики того выставляет в воронеже ну вот и все интересные люди здорово мы живем у нас сухари надежда васильна жене то позвонил насчет кукурузы до творила я в руках хорош это я скажу уже не он будет ему напомню скажи жень давай тут беденки откинь мешка два початков а мы тут будем грызть уговорю как-нибудь доехать его уговорить не надо он добрый только скажи чтобы я не говорю что он плохой но тут даже надо доехать это же надо сделать поедешь и меня с тобой скажи возьмешь ты больше ласки внимания своей печали горе как будто ничего нету и самый последний момент повернет другую сторону почему-то чем я становлюсь ему ближе чем я лучше к нему отношусь тем его отношение ко мне становится хуже вот понимаете какой-то принцип обратного действия должна помнить то мы должны заботиться не о том кто нас любит а о том любим ли мы этих людей вот что дорого и ценно бог будет спрашивать мою любовь а не ту которую ко мне проявляли а когда нас любят это язычники играть все какая вам на то польза когда нас ненавидят презирают совсем не любят а я к нему с любовью вот за это награду получишь это уже в тебе небесный человек проклевывается верующих поножают за это да какие вы никакие бесхребетные тебя ненавидят ругают как собаку а ты вот мне часто это говорят да этот человек про вас такое говорит я говорю что бы он ни сказал он сказал еще мало я еще хуже чем он думает чем он говорит я-то собой больше знаю я знаю как я сплю ночью как хожу днем как я устаю уложусь у бога все вымерено перед богом и другие чем мы людям кажемся он знает наше внутреннее внешне ты только женское тело имеешь а душа-то наша одинаковая да мы сами себя не знаем о почему в древности мудрецы говорили познать самого себя павел говорит исследуйте самих себя не просто а исследуй по малому и скажи господи как много ты талантов дал мне а я так мало и для тебя посвятил все что-то себе какую-то обиду кряхтела пыхтела прости меня господи жизнь-то уходит да когда же я буду радостная ты вышла а тебе свет в глаза упал вот этот утром расцветало господи такого дня никогда еще не было во вселенной пусть этот день будет благословенным я имя твое прославлю пребудь со мной научи как правильно сделать я всегда своим говорил у нас в устав записано кредиты не брать в это не здесь жили вот теперь кредиты кредиты с большими процентами и работы на чужого дядю вот так бог помог бы не брать кредит а сейчас кредиты кредиты вы слова кредиты все уже за теперь никто не поможет никто не поможет в лучшем случае что отсрочку дадут по кредитам это в лучшем случае не слушаетесь говорю вам каждый раз не бери никогда если как дал стоит 100 вернуть тогда это можно а я вот в долг и беру нам нет они два не рубля миллионы на мне но каждый кто дает он знает что если я не отдам никто с меня спрашивать не будет у меня нет вот нынче вернулись мы по северу не прошли у меня остались деньги которые давали то я пришел ни слова не говоря сразу нашел нуждающихся все деньги исполавил это не одну сотню тысяч рублей а у меня как было на копейку я так на копейку и живу я хочу книги это не стали издавать что раздельки остались книги вы хотели свои издать и как не издать они очень дорогие чрезвычайно у меня четыре тома стихов лежат по 800 страниц я очень хотел бы их издать в каждом будет 160 страниц цветных фотографий где мы были там но и не издать и за тебя положил в интернет выставил но нельзя но нету и нету и бог знает что нету 38 книг издала эти не могу никак повысились сцены я теперь не могу я благодарю за это бога что не могу кто-то другой будет мы не могли у нас там на два с лишним миллиона книг осталось не не развезли по библиотекам теперь другие люди начинают там откуда как-то повезет 110 библиотек посетит отдаст один экземпляр берет себе это 20 тысяч 100 рублей так у вас какие миллионы миллионы но я не стратил ни одного рубля за всю жизнь на себя лишнюю ни одного валенки сейчас на третий слой трехслойная уже заплата идет брюки все у меня такое но мне так радостно в этом не то что я там красу и заплатам я просто люблю мне тепло чистенькое все и и главное я доволен что я нигде ничего не потратил а где сэкономил у меня только пенсия 5600 8 рублей больше у меня ни копейки ниоткуда нету 5600 это я живу я живу так вы их тратите я их не вижу даже если уж на то пошло не вижу главное мне заплатить десятину батюшки он приехал я ему до нового года с этой с пенсии то отдал так он у батюшки там и хозяйство и пенсия больше а мне не надо рассуждать я выполняю повеление божие сколько мне батюшка помог мне за сто лет не рассчитаться но это за кадром а остальное перед богом я должен расслышать голос божий где нуждаются кто как вот недавно сбор был средств еще я дам 200 рублей 200 для меня уже деньги деньги вот с этим билайном там видела где я воюю это вернули 900 а сейчас поступает и из мвд из комитета по правам человека и скрывают прокуратуры они направили на них они будут отвечать вот потому что они ограбят людей на миллиона рублей меня тысячу пятьдесят сгладили а я даже телефон не открывал ни разу за лето но ничего я пенелайный был телефон-то не мой а мне дарены из того с хозяином пришли на меня перевели но 50 рублей пришлось отдать горе-то какое 50 рублей отдал а вы скажете очень 50 для меня это деньги деньги почему потому что их нету нет володя я живу с володей барабаш приехал вчера и от оставил на 100 рублей начать полторашку молока и баночка там не знаю пол литра сколько сливок володи на вы я нет не так за одним словом и не берете никогда никогда у меня нет денег я легко обхожусь но за то что володя пас и мы барабаш не рассчитали за каждого полдня пасет полтора литра молока и барабаш 3 литра до володи мне тогда дал тут я его устраивал ну тут он за него не платил за молоко я взял и где-то неделю почти две этого полтора литра то мурыжил там с кошками вместе у меня другая жизнь я не болею я доволен у меня все я просто доволен ты что ты позвонила я доволен и ты сказала только о своем отроки там где-то я тот же день там же на поле сразу же склонился молиться сразу потому что вам нужно надо помочь чтобы сатана лживый отошел от него потому что ничего это радость ваша чтобы он был в похвалу а не в позор вам господи умудри его дай ему страх твой святой у меня другая обязанность другая цель которая мне открыта из евангелия сейчас я занятие там увидите я митрополит иларион он алфеев фамилия это первый самый близкий к патриарху кирилл он осталось патриархом быть и он там говорит в милане был южная италия доклад среди это я его разбираю 15 страниц мы шесть страниц только разобрали я в нем столько нашел неправ сколько ошибок и сейчас продолжите продолжите еще он он доктор разных там наук из чего нет у него и композитор какие-то моратории а у меня ничего этого нету а я смотрю на как на маленького мальчишку хулигана он взялся за то что ему не подвластно я сейчас вот сейчас прямо только что закончил подсчет и воскресенье все это озвучу сколько он сказал в этом докладе в этом докладе у него 37 тысяч двести сорок четыре буквы я беру 7 посланий апостолов и в них вот столько-то там меньше еще шесть тысяч это сорок пять я теперь показывал слово бог сказал только один раз только один раз а здесь это сто сорок восемь посланиях вот разница какая-то 11 48 я легко доказал математическим языком я люблю очень математику всегда у меня это доказывает что он не знает писание он он не знает слова христос ни разу не помянула христианство там это где-то а зачем я по-другому не могу добиться другие начинают да ты такой то какой ты кто ты такой это доктор там такие труды у него перечисляют там страниц на 20 трудов у меня ничего этого нет какие ордена он получил какие фильмы у меня ничего этого нет у меня только одна любовь богом я люблю моего христа и хочу быть ему верным а если ему это попадет если попадет если он назначен для жизни вечной он поблагодарит и поцелует меня ему никто этого не сказал я говорю не с тем чтобы унизить а чтобы другие не увлекались заблуждениями я показываю ошибки а конкретно останавливаюсь и комментирую один считает и я комментирую вот как написано писание он не знает он говорит неправду никакой святой руси не было и крещение это вот миланский эдик был это церковь вышла из-под поля это триста тринадцатый год церковь потеряла свободу она получила я группа теряла она стала подвластной структурой власти и люди бросились монахи в пустыню не знаю куда потому что хлынули в церковь как сейчас президент со свечкой стоит другие лицемеры мы это не принимаем нужно любить бога искра мне эти свечи не нужно я поставлю я говорю свет должен в душе гореть радость мне бог дал святую православную веру не каких-то сектантов какой же я счастливый меня бог любит можно бесконечно повторять вот все заповеди но главное же ты себя ведешь исполняешь ты их или нет а тот теоретически мы все подкова надо практики дай день на практике надо понимать сегодня один на меня там с грузии его пригласили специального лицо не показал я буду там демон какой-то он меня обвиняет я выставлю интернет говорю это все я в конце говорю кто ты ты адепт великого инквизитора из братьев карамазов достоевского чтобы никто не ходил на пропасть сидеть монахи зажалися в антихристе настоящие господь готовите по всему миру люди во тьме светитесь светом который он дал вам а вы не идете потому что вас ничего нету сегодня земля это не уже не кладбище скотомогильник дохлая скотина валяется россия развалена и мы ничего не понимаем надо молиться благодарить бога я не политику я знаю к чем это должно кончиться приходом христа игнасти ханович а как научиться уходить от манипуляций чих и все чеш манипуляции чих своих или кто-то нет ну вот я говорю пытается манипулировать в библии нету нету с нами поступает лукаво но это он поступает не я написано любите врагов ваших любить он враг сделался врагом а ты его еще больше люби потому что любить врага нет такого закона в природе никто никакая кошка не любит у который нападает на нее нигде этот закон только в евангелии и я ученик христа и мне это радостно у меня есть враги у меня есть скотт вам давно не только веровать на и страдать это ко мне я вижу куда не повернусь везде любовь божия ну до того мне хорошо а на душе бывает 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 просто кошки скребут когда видишь когда человек с которым столько занимался и он вдруг падает и куда-то ползет уходит я за него скорблю ты не за себе я от него ни копейки не получал кроме того что я его боюкал нес обихажил учил и вдруг он делается врагом и куда-то ползет непонятно но мне запада на любить я о нем начинаю усиленно молиться господи дай ему погибнуть благослови это человек хороший сатана над ним посмеялся а он ушел теперь в другую там какую-то секту и там его сохрани откроем и истину не дай ему погибнуть не для меня он жил для тебя господи не я его творил ты его сотворил ты ему мозги дал дал душу совесть господи положи ему он потерял то что нигде больше не будет иметь я знаю как у нас вообще нигде этого нет нигде какая любовь какое внимание как мы как одна семья сколько мы тратим на каждого человека внимание а он пошел туда пошел там пьяный дрянь как он поют горит срань подзаборная и значит и таким же стал один вагон я говорю заблеван и заплеван а в другом чисто в каком ты поедешь но я ему словами жванецкого так говорила что говорю жень вот жванецкий сказал что мужчина таков какова рядом с ним женщина вот каков ты сейчас подумай потому что он начал там какую-то околесицу мне нести я уже теперь не помню к чему были эти слова связаны но факт тот что вот он ну там неважно уже теперь но ты найди евангельское слово евангельское если не знаешь библейский поисковик там выпросил кого-нибудь там и в него заряди слово жена новый завет ветхий притчи соломона и их предложение и на бумажке на картон очки аккуратненько смотри же не еще нашла я нашла жена да учиться в безмолвии учить жене не позволяю сара называла мужа господином ты мой господин женя мой господин у меня нет другого господина и как церковь жена подчиняется мужу так церковь подчиняется христу смотри какая тайна здесь брак церковь со христом не разделилась и и мы с тобой не должны разделять понимаешь нет я как все понимаю как в мире делают пакости тебе насыпать и сдохнешь то копыта откинешь но я могу только любить и отвергать любое посекновение на твою жизнь я не хочу тебя ничем волновать ты лучше меня знаешь ты мужчина у тебя мозгов больше чем у меня вот и только не ошибись жена иногда малоумная но она больше чувствами достигает она чувственная чувствительные вот ранимые ну подумай ты жизнь свою укорачиваешь это и так известно особенно мужья которые изменяют а жизнь их укорачивается стремительно просто ты внезапно умри умереть можешь тебе это надо скажи а дома полный покой наслаждайся голубицей своей гражданой юности твоей зачем чужой колодец чужая жена тесный колодец тесный колодец оттуда не вылезешь сколько погибло людей за это это говорит только тогда когда он расположен здесь ним едешь рядом увидишь что он смеется вот это одет не из ни звука может подать голос какая природа там что где-то как-то никак перестань себя считать страдающей то не надо это делать это как раз то чего сатана добивает и подруги тебя жалеть будут 1 приходит ее это назвать было я не знаю где это было может финляндии и она как только придет молиться то ее видно ну как муж тогда пьет пьет беденька как ты страдаешь ты как мужчинница какая ну уж терпи как-нибудь то может он обратиться тиранта какой у тебя может а ей по сердцу правильно все правильно тебя ему тебя и люди знают какой то есть и однажды стала молиться и бог я открыл он такой того что я такая из-за меня он такой и на первом дело пришла к мужу прости меня ярла я против тебя говорила там и меня жалели следующий раз пришла и и жалеет она не жалейте жалейте мужа они меня я во всем виновата там то вот там то я посмотрел 10 лет назад так то сказал там оттолкнула тут покозыряло тут возгордилась тут не послушалась я как все вспомнила да как он со мной живет то еще мигера астраханская подзаборная что же я делаю вот так и все и муж уверовал и ходит церковь и все забыто это все горит тело заплывщито а дело забывщито никогда не напоминает ему это неприятно конечно мне это неприятно тебе не надо это как бы только не пришел ты от с открытым щелом сразу самое лучшее на дело обихаживая его и все побежала куда стран сказал жене я бегу туда то ты тут один не скучай пока с ребятишками ну найди добрые слова то чтобы он понял что он хозяин где бы ни было так ты не уходишь еще то ушел опять подушки то есть подыгрывает она язвит его змея подколодная зачем ей нужно это было делать а теперь дура я дура какого мужа потеряла вот у меня знакомый один богатырь такой прям могутный чемпион там где-то был по поднятию тяжести и прочее ну невоздерживающим-то был кгб работал ну и женой не стал жить оставил ее другим-то она сказала ну чё она пил наверно здорово добро не берет как не совсем не работает да не эту вот он большие деньги зарабатывать так не дает то почему он все дает и да как что могла его оставить так а вы не знаете еще с ним стало то еще с ним стало то упал коллега ухаживать за ним надо да нет он горит баптистом ушел ну так чё к баптиста тебе-то тебя-то тянет да нет говорит на счет и умираешь то а он потом православным стал мы с ним познакомились он пришел православие и все а с кем она находится эта душа не с кем а теперь говорит дура я дура какого мужа потеряла вот и вся сын а сын там заведующий кафедрой медицине работает понятно как ну а не то с отцом знаются но мать то понимает что это от нее все пошло надо вовремя остановиться ты не зря мне позвонила я тебе много наташа суда наложил и суда переправляю сердце отпусти меня отпускаю конечно до свидания до свидания храни тебя господь спасибо